Приехав в Эстерсунд, нам очень хотелось встретить здесь братьев Фуркадов. Но младший обладатель Кубка мира в эти выходные почувствовал себя лыжником, соревновался в Елливаре. А вот что касается старшего, Симона, он находился в Эстерсунде, но весьма короткое время. Боль пронзила его, и дав нам интервью, Симон отправился делать операцию. Ну да, я очень расстроен, что пропускаю начало сезона, ведь тут такое дело. Первая личная гонка индивидуально на 20 километров, и я должен был как раз стартовать в красной майке победителя этой дисциплины прошлого сезона. Ну а брат Мартен вышел бы в желтый. Представляете, это для нас что значит, какая гордость. Два брата и два лидерских бипа, красный и желтый в одной гонке. Но, к сожалению, не будет такого. Я покидаю Эстерсун, придется подождать до Верхоффа, чтобы показать, на что я способен. Вот о брате вашем и поговорим. Он тут в лыжнике подался. Сезон с лыжного Кубка мира начал. Как вам это? Мне по душе его поступок. Тут нужна была храбрость, чтобы решиться на такое. Поверьте, это очень нелегко. Тут шансов что-то получить куда меньше, чем потерять. Уж гордость точно можно ущемить. Я не в курсе, что там Мартен еще придумает, но знаю точно, он в отличной форме. Он классно поработал в межсезонье. Я работал рядом с ним каждый день, и таким сильным я его прежде не видел. А так получается, что биатлонный Кубок мира для него в этом сезоне не так важен? Есть другие цели? Да, это не главный сейчас. Основная цель – чемпионат мира. Ну и, наверное, еще гонка на 15 километров на другом первенстве планеты – лыжном. Вот эти два ключевых момента для задачи. Но Мартен не позволит кому-то там забрать биатлонный Кубок мира, если, конечно, будет хоть какой-то шанс не позволить. У вас лично больше поклонников в России или во Франции? Ну, у меня есть болельщики во Франции, конечно. Но я не сомневаюсь, что в вашей стране биатлон куда популярнее. В России фанатов у меня все-таки побольше. И большинство из них – женского пола. Может быть. Симон, поведайте-ка нам о своей нашумевшей летней фотосессии. Снимал мой хорошо знакомый фотограф. Он давно предлагал мне устроить фотосессию, но не концентрироваться при этом на спорте, а сделать что-то иное. Ну и как-то я сказал, окей, в конце недели у меня будет пара свободных дней. Я как раз тогда был на юге страны. Там у меня родители живут, на берегу моря. И мы решили там и пересечься. Процесс занял часа два. Он потом разместил эти снимки у себя на сайте. Я не знал, что получилось. Но сразу же мне стали приходить восторженные отзывы. И я подумал, может, и действительно недурно вышло. Вам партнерша по фотосессии понравилась?